привет ищет астронор мы вернулись сюда как астронавт который исследует эту необитаемую планету да я до сих пор не встретил ни одного живого на этой планете кроме себя и своих двух ног и двух рук конечно же мы сделаем потом роботизированные руки которые будут нам помогать но пока что мы занимаемся исследованием и обустройством нашего нашей планеты дело в том что мы будем еще путешествовать и по другим планет значит прошлой серии я притащил огромный кузьма нищу глыбищу вот сюда в наш исследовательский центр это все исследовалось мы вот так вот сейчас еще органику следуем это все исследовалось и дал нам огромное количество байтов теперь у меня 2681 байт в моем рюкзачке 2600 2 680 меня подожди 2682 если правильно проследить так правильно значит эти байты мы потоку еще прибавляется ну конечно же у нас там исследуется органика значит эти байты нам помогут открыть дополнительные улучшения а сейчас мы идем к нашему планшетку посмотрим какие же задачи нас сегодня будут мучить и так активно ешки матрешки барабашки таташки задача вагон откуда столько вылезла то капец по четыре бы давали хотя бы значит приманивание что такое приманивание собрать с фалерит три штуки для инициации исследования местной фауны нужно образцы с фалерита понятно сейчас мы посмотрим где этот фалерит найти возим и перемещаем возим и перемещаем напечатать трактор вот это уже интересно трактор и прицепы нужны для перевозки предметов и ресурс о то что нужно вот этим мы займемся обязательно значит берем вот на вооружение вот это задание приманивание тоже берем на вооружение больше рук о напечатать авторуку вот это тоже займемся заданием все четыре задания я взял остальное потом остальное потом значит идем печатать с тобой трактори шичку дело в том что мне нужен был алюминий я его собрал мы его даже наплавили в прошлой серии вот у нас тут плавильня есть это плавили нам наплавило алюминий и теперь мы можем со спокойной душой и поставь все обратно ты что ты че натворил мы теперь спокойной душой можем напечатать трактор на него нужно было ровно 2 алюминия печатать да конечно же это все печататься не будет потому что мы не подключили к сети его вот подключили а еще нужно знаешь что сделать еще у меня тут есть свободная розеточка блин розеток нету хотя тут другая сторона есть давай вот так вот подключим генератором это батареечка уходит к нам на трактор я ее подзарядил трактор у нас любит высасывать батареи. В принципе, все. Включаем генератор. Энергия пошла. Печатаем трактор. Тракторишка-то печатает. Да, трактор печатает. Я сейчас попытаюсь, знаешь, что сделать? Прицепить вот этот прицеп. Люльку снять. Вот эту верхнюю люльку снять. Сделать вот это прицепом. А трактор, ну, соответственно, трактор. Он какой маленький, ты видел? Получено достижение! Славная новая тачка. Новое задание далее. Так, открываем трактор. Балдежина. Давай же открывайся, распаковываем тебя. Бадедых! Как он вылупился с этого кубика-то! Как цыпленок. Так, тут даже седуха есть. Ты посмотри, седуху не надо сюда печатать. А, вон как я сижу. Ха, забавно. Так, минуточку. Тогда сюда нужна батарея. Если я правильно все понимаю, батарейка нам нужна сюда. Так. Вот, я поставил батарейку. Сейчас трактор зарядится. Все. Воу, воу, у меня теперь столько тачек. Блин, единственное, фар нет. Я думал, что вот сюда вперед можно будет фары воткнуть, но что-то как-то нет. Сюда втыкается батарейка. Хотя логичнее было бы поставить ее сзади, вот где вилка. Почему не прицепить, непонятно. Сейчас, подожди, минуточку. Не, она сюда не цепляется, блин. Только вперед. Ну, ладно. Вперед так вперед. Значит, снимаем здесь люльку. Люльку отцепляем. Ммм. Погоди. Вагонетка. Ну да, написано, что вагонетка. А как зацепить тебя вагонеточку? Странненько, странненько, странненько. Давай-ка я за нам подъеду. Может быть, мы должны прицепить вилкой? Сейчас будем разбираться. Не, вилку мы зацепить там нигде не сможем. Так, подъезжаем. Понятно. Ладно. С этим разберемся чуть позже. Я не вижу никаких фаркопов и прицепных механизмов. Но нам должны были дать другие всякие интересные штуки. Вот это вот что у нас? Средний склад. Это маячок. Это опоры, которые нам потом понадобятся. Их надо на склад вообще закинуть, чтобы они тут не валялись. Так, смотрим. Значит. Ага, вот. Раздел же награды есть. Заходим сюда. И забираем. Смотри, что мы получим. Предмет. Прицеп 1 и прицеп 2. То есть схема и предмет. То есть мы получим схему прицепа и сам прицеп. Круто! Забираем. Давайте падайте, падайте прицепчики. Так, журналы. Отключись, отключись. Это мне не нужно. Пока что вот они 2. А нет, это 1. Один прицеп. Мы сейчас его берем. Значит, вот как он выглядит. Наконец-то. Наконец-то я смогу перевозить предметы. Огроменные предметы. Значит, распаковываем все это дело. О, как это все выглядит. Ну, вот тут понятно, как прицеплять. Значит, берем. Садимся в трактор. Задним ходом подъезжаем сюда к прицепику нашему. Блин, надо поезд из прицепов сделать. Как в Роблоксе. Помнишь? 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 Вот это было прикольно. Прикольно. Значит, цепляемся. И все. И все это штука может... Ха-ха! Смотри, как забавно. Крутяк. Так, тогда мы едем забираем вот эту штуку для утилизации ее в будущем. Я же могу ее поставить сюда, да? Нет. Не могу. Видимо, ставятся сюда в основном те вещи, которые мы можем исследовать. Ну, сейчас покатаемся. Так, по заданиям. По заданиям. По заданиям. Где мой журнальчик? Минуточку. Журнал заданий. Значит, мне нужно собрать сфалерит. Для того, чтобы понять, что такое сфалерит, по-моему, я его, кстати, собирал, нам нужно зайти в Википедию. В данном случае это называется астропедия, потому что мы же играем в Астронер. Значит, ищем. Сфалерит. Вот как он выглядит. Он находится в пещерах и в горах. Правда, на других планетах. Правильно я понимаю? Сильва. Пещеры и Дезло. Горы. То есть, Сильва и Дезло это планеты. Да-да-да, точно, это планеты, потому что тут написано, например, где глина, все планеты. На всех планетах встречается глина. Интересно, а мы на какой планете находимся? Как мне это узнать? А-у-у. Вот это вопрос. Видимо, для того, чтобы узнать, на какой мы планете находимся, нужно построить ракету и взлететь отсюда нафиг. Так, хорошо. Значит, а что если мы сейчас... О-о-о, что с камерой происходит? Если мы сейчас направимся в сторону маячка нашего, там у нас был сейф, который нужно было подорвать. Поскольку динамит я еще не могу исследовать, он требует огромного количества байтов, я могу просто заехать и стащить этот сейф огроменный. Стоп-стоп-стоп, вон он. Нам вот сюда. Вот что-то проедем? Нет, не проедем. Ладно, раз мы не проедем, значит, прочистимся дорогу. О, трактор нас питает еще кислородом. Вот это здорово. Значит, забираем. Дерево вырубаем, чтобы проехать. Давайте, 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 деревья, деревья, вырубайтесь. Вот, деревья попадали, они исчезают, а теперь мы выравниваем здесь землю. Минутку. Сейчас, сейчас вот отсюда начнем. Вот так вот, чтоб трактор мог проехать. Шикарно. Садимся в трактор, подъезжаем вот сюда. Теперь нам нужно, ой, на меня бревно упало, елка. Нужно развернуться грамотно. Ну, думаю, вот так вот. У нас, кстати, уже аккумулятор садится. А, не, нормально, с аккумулятором все ок. Значит, теперь нам нужно откопать вот эту штуку. Вот. Берем ее в наши руки и ставим ее... Блин, она не... В смысле она не ставится? Почему она не может закрепиться? Капец. Ладно, маяк забираем. Маячок, давай, куда-нибудь цепляйся. Вот. Значит, блин, я просто расстроил... Видимо, вот этот прицеп, он предназначен для того, чтобы перевозить какие-то там типа исследовательский центр или что-нибудь еще такое вот подобное. Блин, ну я расстроился вообще конкретно. Но зато здесь есть ракушечка. Кстати, мне говорили, что... А как насчет взять эту ракушку? А, она не берется. А если ее откопать? И исследовать. Да, давай-ка мы попробуем взять ее и исследовать. Короче, мне еще говорили, что если ты возьмешь и откроешь треугольник, ну, треугольники, это вот эти вот капсулы треугольные, в которых есть исследовательские образцы, которые дают огромное количество байтов, возьму вот этот исследовательский образец и принесу его в исследовательский центр, то получу за него гораздо больше байтов. Надо будет попробовать. А пока что я тащу ракушку, чтобы протестировать эту теорию, потому что ракушка нам тоже дает байт. Значит, кладем ракушку. Все, она сейчас исследуется. Засекаем. У меня было 2731 байт, по-моему. И давай посмотрим, сколько я вообще получаю, в принципе, за эти ракушки. Так, ракушечка, давай-ка я тебе заберу. Просто сканировать. 49. Так, я получил 49 за ракушечку. А, слушай, ну, ракушки-то бывают разные. То есть, там 49 получил, тут 30. Ну, слушай, а там что у нас? Исследование еще не завершилось, но ракушка до сих пор в принципе реально. В исследовательских центрах я получаю намного больше байтов, чем я их сам сканирую. Допустим, те же ракушки. Ух ты, смотри, вау, а ты дащу, я хуй дащу. Предмет для исследования. Хо-хо-хо, какой. Похоже на корову. Там внизу вымя и такие лапки. Но правда, это растения они. Так, подожди, а растения я могу сюда поставить? Раз этот контейнер я не могу тащить, то растения... Да, растения могу, смотри. Растения могу. Вот, вот это другое дело. Так, а контейнер придется тогда вручную тащить. Он тяжеленный, засранка. Очень тяжеленный. Блин, его хотя бы с леса бы вытащить. Ой, все, выкатил этот контейнер с леса, чтобы про него не забыть. Пусть он у меня будет на виду. Что-то ветер какой-то начался. Гляди-ка, листва как зашелушилась. Нет, она не шелушится, она это, играет на ветру. Шелушится и все, все другое. Так, я потерял свой трактор, трактор. А, вон он. Фух, эти леса. Я уж думал, сейчас придется вырубать все нафиг, чтобы трактор найти. Садимся, значит, трактор и выезжаем отсюда. Может быть, еще какое-нибудь гигантское, гигантское растение найдем. Мы гоним, мы гоним, мы гоним. И я еще могу ехать и прыгать за рулем. Да, это вообще роскошно. О таком мечтать только можно. Так, спокойно, не вырезаемся. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Блин, мой эксперимент провалился, потому что во время исследования ракушки, я собирал другие ракушки. И, блин, пойду я за новой ракушкой. Вон, я как раз ее вижу, она у меня на глазах. Сейчас придется заново запомнить цифры. Сейчас у нас, смотри, 3088 байта. Какая интересная цифра. Значит, я по пути еще захватил вот такой вот треугольничек. Поставим его сюда. Вот ракушка. Заталкиваем ее в исследовательский центр. И смотрим. Было 3088. А, гляди, тут же прям вот и написано в исследовательском центре, сколько байтов мы получим за эту ракушку. Нифига себе. Реально, как и писали в комментариях, чуть ли не в три раза больше. Если не в пять. То есть исследовательский центр, это реально отдельная штука. Все, ракушка у нас исследовалась. Запихиваем туда. Теперь вот это огромное растение, похоже на корову. Так, сколько мы за него получим? 460 байтов. Ну, неплохо, неплохо. Так, мы сейчас с тобой отправляемся, значит, опоры нужно взять с собой в пещеры, чтобы достать по заданию, по журналу, как она там называется, сфалерит. Вот. Значит, берем опоры, которые нам пригодятся. Садимся в наш блатной трактор и поехали отсюда, поехали, помчали. Единственное, тут все перекопано, блин, блин. Ну, я думаю, мы спустимся. Вообще изи. Был бы круто на тракторе в подземку заехать. Если я построю хорошую дорогу туда вниз, то для нас это будет не проблема. Просто трактор... Тихо, не переворачивайся. А мы можем сделать вот так вот. Круто. Если, короче, мы спустимся с трактором вниз, то можно забыть про кислород. Это очень здорово. Блин, да, тут надо бы получше сделать дорожечку. О, вот, вот, вот там, вот. Вон там вот этот треугольничек. Надо бы его взять. Сейчас, минуточку. Раскопки. Давай-ка мы тут немножечко подкопаем. Опа. Сейчас залезем. Ну, что открыть? А, электричество же нужно. А я генератор оставил все на поверхности. Ё-моё. Так, дай-ка мы тебя поднимем. А, пока не откроешь, не поднимешь. А где у тебя розетка? Розетка-то есть? Понятно, надо тебя поднять. Есть одна идейка. Мы сейчас здесь сделаем дорожечку для трактора и попробуем зацепить вот этот треугольник за прицеп. Интересно, это получится или нет? Вот, трактор, тебе дорожка. Можем проехать. Блин, тут темно, капец. Поехали. Вот это другое дело. Да, на тракторе тут, конечно, рассекать, ну, как бы, совсем неудобно. О, еще семена вот этих вот надо взрывальщиков взять и посадить где-нибудь на поверхности и исследовать ее. А что за зеленая там? Зеленая какая-то штука, которая испускает газы? Фу, 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 противная какая штука. Ба-бах, ба-бах, подрыв есть? Значит, мне нужно взять пару штучек. Есть у меня там место? Так, подожди, давай мы место сейчас освободим. Вот это выкинем. Это что у нас? Смола, да, смола выкидывается. И берем вот эти вот штуки. Мы их потом на поверхности попробуем посадить и вырастить. Короче, я откопал этот треугольник исследовательский. Эксо, который называется. И смотри, что тут, тут розетки-то нету. Написано, чтобы открыть, вложите соответствующий ресурс. Но какой? минуточку, давай будем пробовать. Этот ресурс? Нет, неправильно. Смола? А-а. Может быть, вот это тебе хочется? Нет. Значит, нужен ресурс, который здесь добывается. А что здесь добывается у нас? Значит, нашел тут какой-то ресурс. Вроде как, это кварц. Сейчас посмотрим. Да, это кварц. Мы его собираем сейчас. Возможно, именно он нам поможет открыть эту штуку. Ну что, треугольничек? Ты будешь открываться или нет? Я тебе тут лотерит принес... Или как он там называется? Вот эта штука. Это что у нас? Лотерит, да. Я тебе его принес. Ну-ка. О, прикинь! Сработал! Лотерит нужен был, а не кварц. Так, хорошо. Откроем эту штуку. Блин, надо ее поднять. Давай, 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 Перевернись, мне нужно там исследовательскую ерунду забрать. Вот, про эту штуку говорили, говорят, затолкая ее, мол, в лабораторию, и ты получишь с нее гораздо больше, чем просто самостоятельно отсканируешь. Все, садимся на трактор и выезжаем на поверхность. Блин, это будет сейчас геморно, конечно. Тут не развернуться, тут вообще... А что вон туда пещера куда-то вниз уходит еще? Это я что ли прорыл тоннель? Тут вот эти вот торчащие штуки будут нам сейчас мешаться. Надеюсь, мы их объедем. Да, заезд тут, конечно, вообще не крутой. Назад чуть-чуть, назад. А теперь поехали. Главное, чтобы нас прицеп вниз не стащил. Ох, 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 вроде выезжаем, слушай. Это был трэш, конечно, полный заехать сюда на тракторе. Зачем я это сделал? Но мы справились, мы съездили вниз. Давай, выезжай же, ты можешь. Я верю в тебя, тракторишечка. Это же трактор, а не легковушка. У тебя четыре, ВД, все дела. Еее, мы выбрались. Итак, первым делом, первым делом мы исследуем вот это вот семя взрыв коралла. Можно же исследовать, правильно? Можно. Сколько, кстати, нам за него дадут? Соточку байтов. Теперь нам нужно сделать динамит. Где мы его вообще можем сделать? Подскажите, наверное, здесь у себя. Да, точно, динамит мы можем сделать. Для этого нам нужен порох. Порох. А где нам достать порох? Блин. Астропедия, выручай нас. Порох, вот. Ингредиенты, два углерода и сера. Надеюсь, на этой планете мы найдем это все дело. Значит, сера у нас добывается вот таким вот образом. В пылесос всасывается, в капсулу специальную. Найдено на планетах Калидор и Атрокс. Понятно. На этой планете, скорее всего, этого нет. Хорошо, а углерод? Про углерод ничего не сказано. Видимо, его нужно каким-то химическим образом выводить. Ладно, давай тогда займемся рассадкой. Ну, в плане того, чтобы посадить вот этот вот коралл. Семя взрыв коралл или как оно там называется. Могу ли я его? Подождите минуточку. Я его хотел посадить куда-нибудь. Посадить. О, посадил. Причем он здесь вырастет. Обычно они растут. О, растет. Смотри, как прикольно. Я думал, он расти будет только в пещере, но он, в принципе, и на поверхности растет. Наверное, плохо, что я его рядом с домом посадил, потому что, если что-то произойдет, он как бомбанит. Ну, и, конечно же, давай вот эту вот штуку, которую мы достали из треугольника, чтобы исследовать, затолкаем в лабораторию. Посмотрим, сколько нам дадут за ней. О, получено достижение. Поток информации. То есть, это нужно было? 1300. Нифига себе. Почти 1400 байт. Все, я тогда вот эти штуки реально буду толкать в лабораторию. Спасибо за подсказочку. По поводу авторуки, которую мы планировали сегодня сделать, нам ее нужно открыть. Для этого нам понадобится 1500 байтов. У меня сейчас 840. Ну, это не проблема. Скоро у меня будет огромное количество байтов. Значит, для этой авторуки нужен алюминий, который мы только что выплавили, и графит. Графит я посмотрел, он есть на всех планетах. Так, выглядит он графит вот таким вот образом. Нам его надо бы найти. Скорее всего, найти его можно везде. Поэтому мы садимся сейчас в трактор. Давай же, садись. Ну же. Да блин, я застрял. Прикинь, я застрял. О, выбрался из колес. Садимся. И поехали. Поездим вокруг. Попытаемся этот графит найти. Не факт, конечно, что у нас получится. Но мы зато местность посмотрим. А то мы все по пещере, да по пещере. Ползаем, как червяк. Заезжаем на гору. С горы все виднее. Я, кстати, сюда так и не заезжал. Вокруг своего пятачка крутился там. О, еще один ховер разобранный тут валяется. до материалов тут, конечно, дофига. Надо утилизатор построить. Вот, а вот это вот, что за камень такой? Может быть, это графит? Хотя я сомневаюсь, конечно. Вон там, видишь, наверху что-то у него лежит. Так, выходим. Что же там сверху? Предмет для след... А, предмет для следов. Ну ладно, давай возьмем. У меня все равно... Нет, у меня места там нету. Так, если я заберу... О, теперь есть место. Поехали дальше. Графит, графит. Блин, сколько здесь ховеров-то, тракторов. Ё-моё. Обалдеть. И что-то там, кстати, есть. Это батарея, что ли? Минуточку. Дайте-ка я вылезу. По-моему, это батарейка. Надо ее... Блин, куда ее... А, вот сюда и поставим. Вот. Пускай заряжает трактор. Ух ты, там какое углубление. Как страшно туда спускаться. А здесь какие-то семена есть. Их можно просканировать. Ладно, просканируем. Вниз спускаться я очень не хочу, но, наверное, стоит. Наверное, стоит. А вот это что такое блестит? Что это такое? Давай добудем. А, нифига интересного. Хотя, что-то написано. Аммоний, природный ресурс. Странно. Что-то его совсем тут маловато. Ладно, пускаемся, спускаемся, опускаемся вниз. А, тут ничего интересного-то и нету. Походу. Походу. Ну да, тупик. Тогда взлетаем наверх. Сейчас я встану на ровной поверхности. Полетели. Как ракета. Кстати, я могу вот так вот, в принципе, очень высоко и башню выстроить. Слушай, зачем ракеты, если я могу вот так вот землю себе под ноги насыпать и взлетать по... А это что за строение такое? Ты видишь? Какое-то нанотехнологичное. Вон оно впереди. Чуть такое. Надо туда съездить. А где мой дом? А дом-то где? Ты видишь дом мой? Я потерял... А, вон там вот мой дом. Потерялся мальца. А вот и графин. Вот он, вот он. Я его вижу. Так, ладно, спускаемся вниз. Если я отсюда спрыгну, то мне будет, ну, кардец. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонечко-тихо. Нельзя падать отсюда. А вот тут уже прыгаем. Все, графин у нас сзади. Монон стоит. Давай, садись уже. И поехали за графином. Вот так вот, подъехали. И даже в пещеру не надо спускаться. Графинчик, графинчик. Собираем тебя. О, здорово как. Блин, а вот что-то как-то маловато. И как-то он странно добывается. А вот этот графит, он висит просто в воздухе и не собирается. Засранец. Ладно, короче, я тут пару палок графита насобирал. Думаю, что мне хватит. Все, поехали исследовать и делать роборуку. Вот мы и дома. У меня тут как раз исследовательская лаборатория простаивает. Сейчас мы закинем вот этот булыжник. Давай, работай. Так, байтов у меня, значит, чтобы открыть авторуку. Отлично, исследовали. Значит, графита достаточно, алюминия достаточно, делаем ее. Как она будет выглядеть. Я эту руку хочу поставить, знаешь, куда? Вот где-нибудь вот здесь вот. Типа подъезжаю я сюда на тракторе, эта авторука берет с моего прицепа груз и кидает в лабораторию. Это будет вообще прикольно. Готово! Наша авторука, распаковываем ее. Оу-е! Ну, она ставится куда-то на платформу. Ну, у нас тут есть одна платформа. Сейчас мы ее разблокируем. Петельки вытаскиваем. Вот. Поставим ее. Сейчас мы развернем ее, конечно же. Вот таким вот образом. Даже вот так вот, наверное. Вот таким вот образом ставим здесь. И авторуку, авторуку вытыкаем. Вот так вот. Ну и, конечно, нужно подключить ее к сети еще. Вот. Теперь получается, допустим, я подъезжаю вот так вот. Как ее запустить-то вообще? Интересно еще. Авторука включить. Вот она запустилась. То есть, мы вот подъезжаем. Здесь вот у нас есть графит. Мы его ставим сюда. И рука его, смотри, забирает. И положит в лабораторию. Как надо. И у меня выполнил графит-то оставь, подожди. Давай я тебе лучше что-нибудь другое дам на исследование. Мутирующее семя хиспины. Это который, знаешь, это токсичный такой, газ испускает. Ну что ж, я думаю, что на сегодня нам исследований хватит. В следующей серии мы займемся чем-нибудь другим, кроме исследований. Если ты хочешь увидеть продолжение, то не забывай ставить лайки под этим роликом и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов, на которых мы, собственно, и увидимся. Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok